добрый день уважаемые подписчики может добрый вечер вы находитесь на канале роман морозов полезный канал сегодня мы поговорим о бизнесе каждый из нас наверняка хотел найти какую-то золотую жилу какой-то построить бизнес-проект который бы приносил дополнительный доход или может быть основной доход и я не исключение мне хотелось тоже нащупить что-то и начать развивать как-то посмотрел видео которое развивалось разведение верблюдов речь шла о казахстане там один местный предприниматель организовал верблюжью ферму и делал шубат из молока верблюдов продавал шерсть у него там огромное поголовье загон мини завод по производству бутылок с молоком вот и дела у него шли хорошо я подумал почему нельзя сделать то же самое в саморской области стал изучать эту тему изучать верблюда в повадке и то насколько востребованы продукты которые может дать верблюд и как-то я ехал в такси с одним дядей который представился как мясник у которого там было много магазинов у него образование повар и работал он в каком-то там заводе что в пищевой промышленности работал разделы у меня также у него было несколько магазинов в общем интересный такой человек много там всего рассказал и в частности про животноводство рассказывал ферму свою организовывал как мясо правильно разделывать ну почему-то работал в такси тем не менее несмотря на все свои навыки так вот когда ему рассказал про идею с верблюдами удивился откуда такие мысли и говорит вы где живете в россии в россии кто православные в основном люди и едим мы привычные то есть даже конина которая в казахстане даже распространена у нас не распространена и мы ее не едим вот и он сказал что если ты хочешь податься в животноводство хочешь заниматься и действительно разведением скота то ориентируйся на то что едят русские люди это в первую очередь говядина свинина ну или баранин там на крайний случай а верблюжатину здесь никто есть не будет вот такие вот мысли кроме того я когда изучал разведение верблюдов узнал о том что беременность верблюдов длится более года до 15 месяцев и за это время рождается только один малыш вот и тем самым продуктивности особо нет в этом кушают они примерно столько же сколько и лошадь может быть менее прихотливы чуть-чуть там можно в загоне держать не обязательно крытое помещение просто какой-то фанерный загон построил но основной посыл наверное правильный я вот помню как-то новость проскочила о том что якобы в ресторанах вместо говядины подают из австралии кенгурятину и там был настоящий скандал почему-то мы ели кенгурятину вместо говядины с одной стороны какая разница что есть какое мясо есть вот людям видимо важно и вот такие экзотические виды мяса как верблюжатину наверное действительно не пойдут д и не продуктивные с учетом того как медленно верблюд размножается если говорить о шерсти то помню в детстве были очень популярны верблюжьи одеяла но тоже под вопросом создание таких одеял наверное никому не нужен с учетом того что сейчас всякие китайские синтетические материалы распространены верблюжье молоко наверно туда же есть еще такая тема что верблюд может приноситься как жертвенное животное то есть ислам распространялся из стран аравийского полуострова и там как раз верблюда обитают и когда мусульман отмечается курбан байрам приносит разных животных жертвы в том числе верблюда вот верблюд считается самым таким дорогим жертвоподвращением самым почетным поэтому например в соседнем татарстане там действительно разводят верблюдов и богатые люди которые исповедуют ислам они покупают у нас здесь самарской области не так много мусульман как в том же татарстане поэтому опять же разведение верблюдов с целью продаж с целью готовых животных взрослых животных тоже наверное мало перспективны вот такие вот мысли по поводу разведения верблюдов самарской области пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу но я с вами прощаюсь до новых встреч пока подписывайтесь на мой канал